Филипповна, такая была Вера, баптистка Вера Трач. Хорошая такая девочка была, девушка. Мы тоже с ней поехали к Иосифу. Пришли к лагерю туда, где он был. Там, в общем, камень взяли и завернули его, и бросили ему записку камнем, чтобы через проволоку. Ну, короче, мы с ним на минуточку, на какую-то там, где-то могли, и там Иосифу, и там приветствую, ну, вот несколько слов. Больше нельзя, там же охрана, все. И мы уже там тоже добыли, пока уже стало темнеть. И уходим с этой верой вдвоем, идем назад уже. И когда мы шли назад, оттуда лагерь Дарьевка, и от этой Дарьевка 30 километров, нет, не 30, 20 километров от Херсона. Мы вышли, и никакого транспорта, ничего нет. Уже стемнело, это летом, правда, было. Но уже было темно. И мы, значит, говорим с Верой, пойдем пешком. Может, какой-то будет, какая-то машина попутная, или кто-то будет ехать, и как-то нас уже тогда в Херсон привезет в город. И лучше пошли мы с ней. И вот мы идем вдвоем с ней. У меня в руках туфли, вот такие, зимние такие. Лето, но такие зимние. В туфли в одной руке, а в другой руке сумка. Вот. И там, где туфли зажатые, было 20 рублей денег. Это на дорогу надо было, чтобы доехать до Одессы. И вот так вот, значит, асфальтированная такая дорога, мы вдвоем с ней идем. Прошли какое-то, я не знаю, сколько мы времени, и сколько километров мы прошли. Но, видим, подходит к нам какой-то человек, мужчина, молодой какой-то. Начал с нами разговаривать. Спрашивает, о, девочки, вы там куда, или откуда, или что. А мы говорим, мы вот посещали у нас заключенные родственники. Мы вот это идем, значит, посетили его и идем. Он что-то еще спрашивает, мы еще что-то ему там говорим. И дошли мы, ну, может, полпути, может, сколько, не знаю. Он так, вот так мы втроем, вот, я, Вера, значит, он вот так втроем идем подряд. Он шаг делает вперед, поворачивается к нам лицом, вынимает кинжал, вот так наставляет и говорит, деньги есть? А я говорю, нет, я говорю, нет денег, вот это держу, зажато эти деньги. Я говорю, денег нет. Вот, говорю, туфли в руках, потому что сильно иду босиком, тяжело идти. Вот, говорю, сумка, открывай, вот, что было, мы там отдали. Вот, говорю, вот, нет, у нас ничего нету больше. А у Веры еще тогда, это же было ценные часики, вот эти женские, маленькие на руке. Он ей говорит, снимай часы. Она что-то, она там попыталась что-то там объяснять, а я говорю, Вера, снимай, отдавай, говорю, часы. Она сняла, отдала часы. Он как бы отошел так от нас. Мы с ней прошли шага три, наверное, вперед и стали вдвоем на колени молиться. Мы, конечно, уже как мы молились, о чем молились, что мы говорили, я вас про извести не могу. И мы вдвоем, одновременно, не по очереди, что там, а вот слух, громко, одновременно. Мы уже как-то Бога просили и как-то благодарили. И что мы просили? И вот же мы молились там сколько-то времени, потом встали с колен. Поднялись мы с колен, а возле нас рядом стоят двое других. Еще, значит, вот с одной стороны и с другой, мы вот так вдвоем, вот с одной и с другой стороны двое других стоят. Ну, я не знаю, поняла, Вера или нет, а я поняла, что это мы с ним дошли до определенного места, где у него был договор. Вот, и что его там ждали, а там посадки были с двух сторон. Вот так дорога, с одной и с другой стороны посадки. Вот, и я, что они, уже у них договор был, они в таком-то месте. Вот, он дойдет до этого места и выйдут. Вот те другие, которые, вот эти вот бандиты. И, в общем, они выходят. Вот, мы встаем с колен и идем дальше. И начали петь. Мы уже пропели там много баптистских разных. Иисус души спаситель, помню, пели. Что-то еще там. В общем, а что-то мы пели уже я сама. Сама сочиняла и мелодию, и слова. И сама пела, и же не певчая. У меня же нет ни слуха, ни голоса, ни таланта никакого. Но там уже оно вот такое, уже такое состояние было. Вот, сама уже, а она за мной, вот. Она потом мне, уже когда вы до Су приехали, она мне говорит, где ты взяла эти пения? Я нигде, говорит, этого не слышала. Откуда ты это взяла? Ну, в общем, мы идем, значит, вот, и поем. И один из них говорит, что, кто вы там, что, а мы стали говорить, что мы, а, или почему вы так поете, или что. Вот, а мы говорим, что мы верующие, вот, верим Бога. И мы, значит, ходим мы, вот, в молитвенный дом, вот такой-то адрес в Одессе, вот туда мы ходим, мы знаем, что жизнь наша в руке Божией. А сами, конечно, сильно-сильно, очень мы боялись. И они говорят потом нам, мы не можем поверить, что это вы действительно верите в Бога, что вы действительно, это у вас все изнутри, это мы не можем поверить. Вы понимаете, что вы в таком положении, что мы с вами сделаем, что захотим, что у вас никакой нет защиты, и вы вдвоем, и нигде, и ночь уже. Вы это понимаете, и поэтому вы от такого страха, от всего, вот это, ну, как бы, вот так вот верите, и все. Ну, в общем, короче, мы там объясняли, что мы действительно верующие, в общем, вот приходите вы туда-то, на собрание. И, знаете, они нас провели до развилки, где пересекала, вот это, где мы шли, а та дорога поперек шла. И шел какой-то автобус, они подняли руку, вот, и мы подняли руки, и они помогли нам в автобус в этот съезд. И мы сели и поехали, а они остались. Вот такой случай был. Представь, сколько человек уносит с собой. Вся жизнь такая. Вот такой случай. Немножко.